Привет, зритель! В сей чудесный день, 9 мая, 21 года, я решила тебе рассказать про свой любимый чай от компании Tianwan Sin, торговой марки Chukua, китайский зелёный чай, дикий чай, чай дикой куропатки. Вообще чай очень клёвый на самом деле, я его ещё до сих пор не открывала, покупала по баллам, по большей части, на Озон. Сейчас я тут его отсобачу, ноготочком своим, который я, ой, в этот раз даже накрасила. Если тебе интересно, зритель, то лаком от Арифлейм, называется The One, такой серебристо-голубой. И на губах у меня блеск для губ китайский, который был в обзоре на уход на май. Название я просто его не помню. Он там такой, наносишь на губы и проявляется. Чай стоит сейчас 450 рублей. Где-то года 2-3 назад у нас можно его было увидеть в магазине на Ростовской, в городе Углича, в Афанасии, за 400 рублей. Но что-то он там как-то... Меня душила жаба тогда, я как-то смотрела на него, думаю, да что-то, блин, они охренели. Этот чай раньше, 10 лет назад, стоил 200 рублей всего лишь. Какие нахрен 400? Ну вот, внезапно оказалось, что Буглича его уже не купить, а на зоне он 450. У меня накопились баллы, я его себе заказала. Конечно, я проводила опрос в телеге, и кто-то даже проголосовал, что я тебе, Лерик, подарю, его не нравится, но жмол ты вы, люди, кто так проголосовал. И вот я сейчас открыла, а он как-то... Вообще там должно быть 10 шариков. Он пахнет так вкусно. Знаете, вот у Моргана для тебя, мой Морган, я с телефона опять управляю, у Моргана для тебя, мой Морган. Мой Морган, который сегодня на мне красненький. Вот у него, этого Моргана, есть зелёный такой флакончик, тоже как красненький, только зелёный у меня такой был, кто-то себе забрал, без спроса. Вот он так же зелёненько пахнет, как этот чай. Офигенно! Этот чай вообще заваривают курильщикам, которые в китайских больницах сидят и ждут своей очереди к врачу. Но я тебе сейчас могу насчитать легенду этого чая. Вообще, если ты подписан на мой инстаграм, то видел там фоточку, я вчера выкладывала. А если подписан на телегу, где полтора земля копа, то ты и так видел эту фоточку. Я там тележила на тему того, что в телеге. А в 2011 году в декабре мы с подругой Машей накатались сценарий на тему этой легенды. Я играла куропатку. Короче говоря, вообще чай очень вкусный. Сейчас я тебе его это вытащу. Я так поняла, что в России он предоставлен только у фирмы Тян Ван Син от Чухуа. Вообще, очень хороший чай у Чухуа, у Тян Ван Син. Я раньше очень много покупала этого чая. не только просто чая, но и этого чая в том числе. Там вроде видно, что я выкладываю. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. И десятый. Ровно 10. Хотя она была вот где-то настолько неполная. Вот досюда где-то. Могли бы побольше роснуть. Короче, я когда шастала по просторам Инета, то увидела, что где-то там на Ебэе или еще где-то там у какого-то продавца, который раньше был на Алиэкспресс, когда там еще продавался китайский чай, вот когда-то давно, там в 2014 году, там продавался и вот этот дикий зеленый чай Джигу. Но вот мне он лично не попадался, когда я на Али была. Прокупала чай. Короче, в России его можно приобрести только у этой фирмы. Чухуа. Чин. Тяньван. Чин. Сейчас я прочитаю легенду этого чая, потом мы с тобой его заварим. И я дерябну, а ты посмотришь. Китайский зеленый чай. Китайский зеленый чай торговой марки Чухуа и торговой марки Тяньван Син. С давних пор на острове Хайнань культивируют дикорастущий чай Джигу. Интересная легенда появления этого чая жил на острове земледелец Минхуа. Семьи у него не было. Но в поле, где он работал, жила маленькая куропатка Джигу. Минхуан привязался к ней, подкармливал, подстроил навес от коршунов. Кстати, я на фотке как раз с зонтиком, который навес от коршунов. Как-то летом в сезон дождей куропатка неожиданно заболела. Минхуан не находил себе места от горя. Пришел он к местному лекарю. Тот и посоветовал ему заварить Джигу. Хайнаньский дикий чай с горы Дуншань. Куропатка попробовала чай и вскоре выздоровела. Прослышав о чудесном исцелении птицы, крестьяне назвали чай Джигу. И успешно пили его как для профилактики, так и во время недомоганий. Хайнаньский чай, хайнаньский дикий чай, выводит токсины, улучшает пищеварение, препятствует застою желчи, стабилизирует давление, способствует выведению лишних жиров, помогает работе селезенки, повышает иммунитет. Сейчас это вообще актуально, да, зритель? Очищает легкие курильщика и понижает температуру тело в жару. Живет этот чай у нас аж 4 года. Лежал он на зоне очень долго, сделает он 20 ноября 2019 года, и до 19 ноября 2023 года он может жить, если ему повезет. www.longt.ru Надо будет зайти на этот сайт, и может быть там это еще можно заказать. Так, это у нас была легенда. А ты, наверное, ждешь, когда я тут зачитаю тебя, что с ним делать, состав. Зеленый китайский чай, способ употребления. Один шар на чайник пол-литра. Ну, тут у нас 700 миллилитров, но мы можем не доливать пол-литра. Да-да, это тот чайник на свечке, который я обычно разогреваю. Сейчас он без ситечка специально достала без него. Из стекла, которое выдерживает все такое хорошее. Так, один шар на пол-литровый чайник залить кипятком, настаивать 12 минут. Можно заваривать 4 раза. Срок годности 4 года. Годен до, смотри, на упаковку. Вес 20 грамм. В зависимости от размера шара вес колеблется от 15 до 25 грамм. Дата изготовления и расфасовки, смотри, на упаковке. Условия хранения в субхом чистом вентилированном помещении, защищенном от прямых солнечных лучей при температуре не выше 20 градусов. Из относительной влажности воздуха не более 70%. Произведено Фудзиянь, Ангси, Чухуа, Ти, продакшн, Ко, ЛТД, ордер, Чухуа, групп, ЛТД. Адрес изготовителя Китай, провинция Фудзиянь, округ Ангси, Чуанчжоу, район бла-бла-бла, ну и вообще чайная фабрика Чухуа. Импортер триада. Триада. Было два ада, был один ад, а теперь стало три ада. Вот. Сейчас мы это засунем. Вообще он мне напоминает немножко укроп. Знаете, укропную воду делаете. По запаху примерно то же самое. Или сварить укроп в каком-нибудь отваре. Еще он мне напоминает по запаху такое китайское яблочко. Бухи у меня такие были. Возможно, они попали в обзор самого первого обзора парфюмерии вот в трех частях яблочком таким. Я не помню, как они пахли. Как они назывались? Парадис или Парадайз. Ну, в общем, этот Парадайз. Какая фирма их выпускает, тоже не в курсе. Знаю, что китайские, потому что я на тени недели их покупала, они шли как китайские духи. И вот аромат такой же. Зеленый аромат такой. Горьковато-зеленый. Мне кажется, у Эйвен, возможно, в Самирвайсе есть тоже такое что-то. Вот что ты тут делаешь, а? Кстати, зритель, как тебе мое чтение текстов с выражением? Хочешь какую-нибудь телеву от меня, имени меня, чтобы я тебе зачитала? Ну, люди-то обычно берут ножницы, у меня ножницы далеко, я ногтями. А нос спрятано в пакетчик. Так вот, раньше, вот в такой бумажечке, рисовая, наверное, бумага, не иначе, мы ходили с озвучия Углич с подружкой, и я заходила в весну, которая, в здание, где работа моей одной сестер, рядом с третьей школой, рядом с четвертой школой, углическими школами, средними образовательными, и там был такой чай, чугу. А еще была куча других чаев этой фирмы, ну, и просто очень хороших чаев. Я закупала чай, а потом мы шли дальше, иногда не было там, или вот не заходили туда, я заходила в Афоню, и мы покупали этот чай. И смотри, вот у меня парочка таких бутылочек, коробочек осталось, а в одной у меня, по-моему, лопача лежит, а в другой у меня лежит, обычно лежит. Может быть, сейчас одна осталась, честно, не помню. Подорожник, семена подорожника, вот шелуха семян подорожника, сейчас так популярна, у всяких там увлеченных людьми, диетами. велкам к нам. Подорожник у нас есть, можете это себе набрать, нашелушить. Вот такая маленькая хренатень. Это какой кайф. Тебе понравится, понюхай. Аромат банана ей не понравился почему-то. Не цепляйся за мое платье. Кстати, платье новое, льняное, я его еще не успела обозреть уже, может, почти месяц как купила. Тут, можно сказать, дикорастущие, огромные чайные листья, свернуты в такой вот узелок и тоже как-то относится к чайному дереву, вот этой штукой перевернут. перевязанной. Видно ли это? Видно, видно, видно вам, видно, да? Сейчас я отойду, возможно, вы увидите это платье почти целиком, а не почти, а то почти до 5. Я хотела такое платье, это Лен. Вообще, там подъюбник еще есть, я потом отдельный ролик сделаю, еще у меня есть халатик, который я все никак не обозрю, хотя уже тостаю. Котика мы снимем пока. Я как раз буквально совсем чуть-чуть недавно, наверное, как раз я еще говорить начала уже в ролике, вскипел чайник. Я с вами могу 12 минут потрындычать о чем-нибудь. Ну, кто же лезет на стол? Чайник можно сюда поставить. А можно и сюда, чтобы он нам свет не загораживал. У нас не то, чтобы солнце, ну, пусть я буду диаген, а он будет Александр Македонский. Вот, Александр Македонский, отойди, не загораживай мне солнцем. Ай да я. И вот к нам опять прыгнул кот. Котик, кошечка точнее. Кошечка, ты хулиганка. Тебя за ухо надо подрать, за другое, по жопке тебя похлопать. Ну, тебе пофиг ведь, да? Ты все равно потом сюда прыгнешь. Я вам сейчас покажу эту кошечку, во всей ее красе кошачьей. Два месяца и сколько-то там дней. И неделя, наверное. Во вторник будет месяц, как это счастье живет у меня. Тук-тук-тук сердечко, давай спускайся. У платья есть поясок. Так вот, мы написали сценарий с ней, с моей подружкой, про эту куропатку. Я решила, ну, решили, что я буду куропаткой, потому что я как бы по чаям все. У Маши была шапочка в виде дракона. Там был год дракона вроде как, собирался быть, 2012, да? Это как раз где-то конец декабря 2011 года. И кто-то, кое-кто играл, значит, приятель Машин играл дракона. Я играла эту куропатку, держала зонтик. И мне так нравится эта фотка. Я вообще местами думаю, что я нарцисс, но почему-то только 35% хорошо, что ты не уронила эту коробочку, лирящую на батарее. Она сейчас на книге. Только 35% вместе со мной в Инстаграм почему-то решила, что да, я нарцисс. А остальные решили, что я не нарцисс. Люди, вы шо? Разве я не нарцисс? Я и блогеров-то других не смотрю, никого. И на других-то у меня по большей части как-то это. И вообще, в общем, короче, печаль вселенская. Я-то думала, там 99% будет голосов. Да, Лёля, ты нарцисс. А нифига. Так вот, мы написали эту сказочку, зачитали каждый там по бумажечке свои слова. И был такой момент, ну, как бы, это же чай для курильщиков, да, вот когда люди хотят бросить курить, им советуют пить вот этот чай. Вот люди, если вы вдруг решаете бросить курить, и при этом вы, ну, вот, зритель, ты куришь, ты вот куришь, пытаешься бросить, не кури, точнее, это плохо, невкусно, и вообще люди рядом, стоящие, этот дым нюхают, он невкусный. Ну, вот если только какой-нибудь там, вишневый, он хороший там, да, хороший. Короче, ты пытаешься бросить курить, но не знаешь как, а тут такой чай джигу выскакивает из-за угла, говорит, зритель, ты бросаешь курить, завари меня, ты будешь меня пить, тебе будет хорошо, и ты бросишь курить. Ну, на зале сидит там один такой великолумный пиит, не будем называть его имя, в суе, и, чтобы его постебать, а он любит смолить сигаретку, я стою под зонтиком такая, говорю, о, папа, и зачем же я так много курила? Ну, я как бы жду папу у дракона, который мне принесет этот чай джигу, чтобы я его заварила и попыла, и будет на счастье. Вот смотри, зритель, я тут трындычу, а он как много смотреть через стекло чайника, а он уже меняет цвет заварочки. Тут оно что-то потело. Он немножко увеличился в размере. Надо мне какую-нибудь чашечку взять, я что-то не приготовила, ни стопку в виде черепа, ни что-то еще. Сейчас кошка пригнет на стол, ну, давай уже иди сюда, животное. Я пока закрою нашу штучку. У меня к чаю, кстати, есть финики, спасибо, Ксюшечка, очень вкусные финики. Я осмелела и назвала Ксюшечку Ксюшечкой. Биофуд, натуральные финики с белочкой, хорошие мягкие финики. Что ж тебе так интересно на этот чай-то, а? Алиса. Не хулигань. Это будет, видимо, нестандартный такой обзор чай. Обычно это как-то это все цивиль, но один чай больше ничего не тележу, а тут как-то вообще. Я даже подумала, может, потом пошуршать. В общем, пока наш чайник стоит с чаем, настаивается, он, кстати, горячий, надо было, наверное, сюда что-то поставить, чтобы его поставить на это что-то, но я пока вот сюда поставлю на бумажку, на салфаточку. Я возьму какую-нибудь сейчас чашечку. У меня тут есть чашечка с обезьяночками. Чашечка с обезьяночками. Вообще. Как тебе, зрячий чашечка с обезьяночками. Я думаю, что может, конечно, 12 минут-то не прошло. Вот его не видно, его надо поднимать. Не могу понять, как бы так поставить камеру, чтобы и мне голову не срезало, и это все было видно. Ну, конечно, можно его штатив чуть-чуть повысить на уровень моего роста, наклонить, тогда, наверное, всем будет счастье. Может, 12 минут не прошло, но мы зальем просто заварку. Кошка, тут горячий чай. У меня, возможно, легкий тремор, но кто давний зритель, давно привык. Кайф-то какой. Я думаю, когда он настоится, он будет, это, как бы, еще понасыщеннее. Ну, кто же лезет сюда на стол? Ну, вот кто лезет сюда на стол? Зачем ты лезешь на стол? Ты же не будешь его пить. Хуриганье мелкое. Может, мне вам какую-нибудь сказочку зачитать? Не сходить ли мне за ноутбуком? Пока он, правда, будет грузиться три столет, пройдет. Но вдруг... Алиса, не хуй дай. А я туда. Скотч прилип. Кстати, на скотч это, дорогой зритель, логотипчик чая Чухуа Ти Тянь Вань Синь Т W Х У меня есть такая китайская чайная сказка, мы с Машей ее писали. Злобные пииты не одобрили наше участие на каком-то там семинаре пиитов. Хрен знает в каком замшелом году. Наверняка узнали кого-то, про кого там антеллировали мы. Это сейчас будет видно. Ну, пока чай заваривается, другой остывает, потому что вот 12 минут явно не прошло, потому что он не настолько насыщенный. Прям не знаю, вот если закрыть приложение, которым управляешь, я думаю, там все свернется. по-моему, загрузилось. Интернету сейчас у меня нема. Мышка, приди. Но у меня наверняка здесь есть какой-нибудь файлик текстов. О, я нашла какие-то сказки. сказки. А китайская сказка тут есть? Походу, дела нет тут китайской чайной сказки. Зато я нашла какую-то другую сказку. Кстати, аромат чая стал сильнее. Да и он сам, по-моему, стал потемнее немножко. Давайте его поженим. А знаете, что такое поженить чай? меня познакомила с этим моя подруга Маша. Вот перелили в чашку. А он какой-то такой еще бледненький. А потом из чашки обратно в чайник. Я, правда, тут слегка налила. Слегка прилично. Он стал смешался, потемнело. Можно сейчас еще налить. не будем много наливать. Нальем пол чашки. Ох, львенок. Сидим благополучно у костра. И вдруг Люция озарила. А не рассказать ли мне вам случай из общей адореалистической истории? Да, 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 завопили мы все. А я уже знаю довольный голос за кадр. Тут три страницы. Ну, сколько осилю. в городе, где правит Крэйзи Муха, к сожалению, или к счастью, она уже им не правит. Жил парень оборотень, лев-лев, пес-не-пес, на человека тоже мало тянет, считал себя вампиром. Нужен ли людям праздник? В какой-то мере, наверное, нужен. Но это только при том раскладе, когда у людей все в порядке, улица чистая и светлая, крыша в домах не протекает после очередного дождя и так далее. Я думаю, не очень что изменилось за последние энцет лет с момента этого написания, особенно про улицы чистые и светлые, особенно про наш город, где правила Крэйзи Муха. Вот тогда действительно нужен праздник. Но Крэйзи Муха сей расклад плохо понимала. И получалось, что центр города прибран. Всюду клумбочки с цветочками, мусорные баки регулярно очищаемые, фонари под вечером город освещают. Сказка просто! Гладь уже чаю. Слушай, зритель, он настоялся реально, надо было его сразу поженить и немножко подождать. Если кто-то осилит этот поток бытия до конца, это будет очень круто. Я тогда буду регулярно делать поток потоки бытия. А вот более-менее отдаленные места кишмя-кишам бомжами, наркоман, мелкоголиками, да и просто всяким быдлом. Есть улочки, где днем-то не всегда спокойно и безопасно, а уж ночью так вообще лучше не высовываться. Темнотень, грязища, а хрёмки какие-то шляются. Жуть просто! Но наша крэзи-муха женщина умная, чтобы отвлечь народ от какой-нибудь очередной проблемы, раз и праздник устроит. Так что нет ничего удивительного в том, что однажды в одну вполне обычную семью попал совсем необычный человек-оборотень. Видимо, дятел долбаду пошибся и при полёте отнёс новорожденного в реалии. Какого оборотня потеряли в аду и какой очень ценный экземпляр приобрело семейство из города, где правит крэзи-муха? В каком-то плане родители не выбирают, к сожалению, детей тоже. И вот представьте себе полное недоумение будущей мамы парня-оборотня, когда она в очередной раз совершала вполне реальный сеанс кормления младенца. Оторвавшись от женской груди, ребёнок довольно зарычал. мама младенца опустила очи ясные на грудь и заорала на всю ближайшую улочку частного сектора. Не каждая мама могла бы такое выдержать. У неё на коленях возлежал довольный маленький жёлтенький львёнок. Мама проморвалась и львёнок превратился в блондинистого щенка. Благо фамилия позволяла себе перевоплощение, иначе долбодуб заживо был бы сошен. Из-за чего? Ну как же? А внеземное реалатское равновесие? Не каждый парень может быть оборотнем. И не каждый дятел долбодубом. Вывод родиться таковым нужно. Глотнём же чаю ещё зритель. Я думаю, что посиделки с медитативным питьём чая и слушанием каких-нибудь древних легенд это именно то, что нужно тебе после тяжёлого трудового дня. Ну и что, что сегодня 9 мая кто-то отдыхает, а кто-то в пассиво охренне. Наш свиток продолжается. Но как бы там ни было нашему львёнку или псёнку, что в сущности одно и то же реально пёрло по жизни. Хотя смотря с какой стороны на это глянуть. Ведь перевоплощался то он совершенно без всяких правил. Да какие тут правила долбодуб же. О ошибся. С ним такого никогда не бывало. Вопли за кадром. Заткнитесь. И что вполне естественно в таком случае делал львёнок псёнок сьё совершенно необдуманно. Спонтанно даже. Конечно, в детском саду вначале его все шугались. Не только обычные дети, но и сами воспитатели. Был бы он просто челом. Его бы причислили к белым воронам. Но это же львёнок. Да ещё натальная карта ровно на 15 градусов смещена. Казусы случались сплошь и рядом. То на прогулке вместо мальчика серый псёнок семенит, то на детской утреннике львёнок объявится. Так прошли детские годы. И первая страница сказки закончилась. Пришло время школьной поры. Мать надеялась, что со временем странности в поведении сыночка благополучно исчезнут. Да не тут-то было. Видимо его львёнка дальним родственником был Сумудрик Ужасный. Не зря же львёнок периодически требовал сырое куриное мясо. Без понятия кто такой Сумудрик Ужасный. Хотя возможно я его автор. Ну может же бог забыть о чём-то что он уже делал. Сумудрик больше любит барашков и бычков. Не очередной вопль за кадром. Да лишняя запятая. Смотри-ка зритель не зря открыла. Нашла лишнюю запятую. В школе продолжились приключения львёнка псёнка. Некоторые преподы его именно за сиё перевоплощение запомнили. Спустя годы пришла пора для муров. Даже у львёнков псёнков читающих себя вампирами есть и я прекрасная с точки зрения некоторых братьев сёстр поэтов пора. Завело себе львёнка псёнка подружку. Ночь любви. Вампирский бог Люци вышел на прогулку. Знал бы львёнок, что Люци великий приколист. Перенёс бы ночь любви на другое время. Но чему быть того не перевоплотить. Ночь ночь была безлунной. Если б не Люци всё бы прошло ништяк. Во всём изначально был виноват долбодуб. Голос за кадром «Заткнитесь!» Среди ночи псёнковскую подружку разбудил пристранный звук. Где-то очень громко мурлыкала кошка. Продрав глаза, девица узрела большущего блондинистого льва. «Хрена, Глёк!» «Дайте рецепт мухоморного супчика. Я тоже так хочу». У меня очередной вопль за кадром. Сказали же «Заткнитесь!» А-а-а! Разнесло и среди ночи по всей лунной чарской. Бедный львёнок проснулся со страхом поглядел на орущую тёлку и перевоплотился в серого псёнка. Глотнём же ещё этого чудесного чая жигу. Чая дикой куропатки. Ну, какой кайф зритель? Впериод коровы вируса этот чай поможет тебе, зритель, сохранить своё здравие. Видишь, зритель, у нас, по-моему, тремора стало меньше. Всё, чай виноват. Волшебный. Продолжим читать дальше. Как раз чай ещё более насыщенным стал. Самый кадр в том, что львёнок долгое время был не в курсе своих случайных перевоплощений. Как-то получалось, что когда псёнок смотрел на себя в зеркало, то увидел обыкновенного чувака, голос за кадром явно принадлежащей люци. Ах, ты проказник, я всегда знала, что ты не так просто кажешься. Чую твоих рук дело. А как же тсинь, я же бог вампиров. Кстати, люци, а как же те моменты, когда львёнок смотрел, ну, хотя бы на свои верхние и нижние конечности? спросила я. Я? Прикиньте, я? По ту сторону монитора. Элементарно, тсинь, галлюциногенный мухоморно-металлический эффект. Люци, ты гений, я знаю. Нет, ты не знаешь, это только водолеи знать могут. Поправила я. По ту сторону монитора. Извиняюсь, вернёмся к нашему подопечному. Серый псёнок не сильно изменил ситуацию. Девка своим воплем перебудила половину города, где правит крызимуха. И тогда львёнок, уже псёнок, попытался заткнуть ей рот. Бедная девка со страху упала в глубокий сон. Так было со всеми чиксами, которых угораздило приобщаться с псёнком. А как же сие чудо астрально-дьявольской природы узнало, что она львёнок-псёнок спросила я. Тень, помнишь, у тебя был знакомый даунита хромосома? Погоняла чуваку дали в реале мои знакомые подружки. Почему знакомые подружки через тире? Потому что они уже как бы сто лет уже не подружки. Мы их просто как-то не общаемся с ними. Ой, и не напоминай скриптус я. Ну, так вот, та самая даунита и раскрыла секрет девчачьих воплей нашему оборотню. Было это, когда львёнок направился в школу для тех, кому за, но ещё не поздно. Даунита там восьмой, девятый класс заканчивал. Типа без бумажки ты да не педрюсси. Голос из ада и она принадлежит кошке. Ну, типа того, поддакнул Люци. Люци, а что за придурок постоянно орёт за кадром? спросила кошка. Это волосат приконнектился, зовёт в прострации, вот и страдает. Юрином ввёл его в курс дела. Пояснил Люцифер с двумя ц. Вернёмся к теме. Пообщались они. У львёнка уже был астрально-каабалический опыт, да ещё это пятнадцатипроцентная натальная карта, а да у Нита, сама знаешь, астрологией занимался. У львёнка, конечно, шоу был. Когда он всю-всю правду знал, ещё бы, всю свою сознательную жизнь быть обранём, но при этом считать себя вампиром. Видимо, поэтому львёнок и получил от друзей погоняло лох. Вампирский бог стромно замолчал. Люци, Люци, я в нетерпении тормошила друга своего брательника. А дальше-то чё? Чё дальше-то будет? Будет чё-нибудь? Может, будет, а может, нет. Это уже львёнку решать, хотя продолжение по-любасу будет. Люци хитро прищурился. 17 сентября тире 11 октября 2006 года. Прикинь, зритель, 15 лет назад. По большей части ничего особо не изменилось в городе, где правило крыльзи муха. Прикроем пока его. Мне потом с ним работать ещё. Ковричек. Влад, спасибо за китайский ковричок. Он всё ещё живой. чаёчек. На дорожку. Хотя на дорожку говорят, надо ходить куда-то, да? Ну, ты, зритель, можешь зайти, ты же был уже в этой хате. Да и не раз. А целых два. А может, даже три. Честно, не помню, сколько я делала обзор этой хаты. Два или три. Кто фанат этого канала и смотрит каждый-каждый ролик, ну и почти каждый, дайте знать в комменты, сколько раз Лёнька делала обзор этой хаты. Да, можно, конечно, держать за ручку, а можно держать вот так. Финиками я тебе показала, а угостить-то тебя финиками не угостила. Ну, знаешь, зрители, этот чай можно пить без всего. Ну, конечно, лучше не на голодный, совсем уж желудок, хотя можешь попробовать и на голодный. Я-то немного похавала перед этим. Можно, конечно, всё слить. Чайник ещё горячий, а можно долить вот прямо сюда. Можешь слить до конца и ещё три раза залить таким же макаром. Только настаивать, я думаю, придётся чуть позорче, чем 12 минут. Какой ты красивый! Вообще, зрители, если тебе интересно, ты можешь взять этот ещё сухой чайчик, развернуть, а потом заварить. Сейчас уже его не развернёшь, конечно, можно, но он мокрый и горячий. А другие меня жаба душит, разворачивать на камеру. Но если хочешь, чтобы я это развернула именно на камеру, ну чё, задари Лёльке такой чай, и тебе хорошо. Лёлька же так радостно всегда разворачивает коробочки с подарочками. Прям любо-дорого смотреть на монтаже. Я думаю, без монтажа потом тоже любо-дорого смотреть когда-то на канале. Так что, если хочешь сделать приятное себе и Лёль, мне, смотри, в арсенале хотелок появилась вот такая ещё. Что, зритель, теперь ты знаешь практически всё. Твоя жизнь после прослушивания вот этой сказки больше не будет прежней, если ты осилил это до конца. Но если ты осилил это до конца, то ты зарядился положительной энергией на ближайший как минимум месяц. Спасибо тебе за компанию, что пил вместе со мной этот чай. вкушал аромат этого чая и слушал мою телегу с ноутбука и вообще всё вот это вот. Пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!